Во мне Что-то зрело, дремало И вот пробудилось Помоги мне Всем привет, с вами вновь Антон Логовенов И сегодня у нас вновь выездной обзор Такой редко бывает, по особым случаям Но сегодня именно такой Здесь в синемопарке сегодня 12 декабря Показали последних джедаев Восьмой эпизод Звездных войн Который, конечно же, все ожидали И я в том числе Я в начале этого года весной ездил в Орландо Где праздновали 40-летие Звездных войн И впервые как раз показали тизер Последних джедаев Кстати, если вы на канале впервые Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить Большой наш сюжет С 40-летия Звездных войн Там было интересно И, собственно, тогда еще, да, весной Я высказал опасение, что восьмой эпизод Ну, будет такой же, как седьмой В том плане, что это будет такой полу-ремейк Что будет слишком много похожих элементов В этом фильме И, к сожалению Или, к счастью для некоторых Так и оказалось И, наверное, самое удивительное В этом фильме, что впечатление от него Ну, вот, практически один в один Как от седьмого эпизода Только, наверное, все-таки этот фильм получше Если его можно назвать фильмом Почему? Потому что, ну, по сути Это некий фанфик произведения По мотивам пятого-шестого эпизодов Это стало очевидно Когда по экрану ползла заставка С заветными титрами И в которой говорилось, в общем-то, о том Что сопротивление на грани вымирания Заперлось там на какой-то старой базе На удаленной планете Империя ее, наконец-то, выследила Ну, в общем, вы понимаете И, в общем-то, весь событийный порядок Последних джедаев Это пятый плюс шестой эпизод За исключением того, что битва за ход Здесь в конце кинофильма Персонажи, в принципе, те же самые Да, метальные у них те же самые То есть Люк, ну, это такой Йода, только по-другому Есть свой Беспин Здесь эту роль играет Эдакая планета-казино Мас-Вегас Которая по архитектуре И по дизайну ее жителей Ну, напоминает чем-то Беспин Ощущение, что ты на другой планете Есть свой Беспин Есть свой Ланда Есть ремейки, да, сцены Где сидит Император Перед ним, в общем-то, джедай И джедай, перешедший на темную сторону В общем, сложно назвать это Самостоятельным произведением Правда, во второй половине Скажем так, режиссеры и сценаристы Начинают довольно вольно Обращаться с контекстом Пытаться всячески Узявлять зрителя Да, выдумывать такие Клиффхенгеры явные Вот просто видно, что они сидели И думали, как бы сделать Вот то же самое Но иначе И, в общем, иногда это даже получается Но, к сожалению, из всего этого Не выходит нормального кино Потому что слишком мало оригинальности Как и в седьмом эпизоде Я напоминаю, да, свою претензию То, что каждый эпизод Лукас как-то пытался нас удивить Там, новыми мирами Новыми животными Новыми планетами Каждая серия отличалась От предыдущей по действию Да, каждый раз тебя пытались Чем-то удивить Что седьмой эпизод Что восьмой Ну, никак тебя не удивляет Слава богу В восьмой эпизод Добавили много приключений Много шуток И ты, в общем-то От этого отвлекаешься В начале Совершенно шикарная Космическая битва Где уничтожают Гигантский корабль Первого ордена Правда, выглядит это все Как, не знаю Воздушная битва С бомбардировщиками Заходящими на цель Во времена Второй мировой Но это ладно В принципе В Звездных войнах Такое не впервые Такие, да, аллюзии Главное, что захватывающе Весело И, в общем-то С этими комичными Генералами Первого ордена Что, в общем Уже было в седьмом эпизоде Когда я начинал Смотреть этот фильм Я вот принял Такую, да, вещь Что Ну, это не настоящие Звездные войны Это фанфик Это вот фанаты Спустя годы Снимают продолжение Ну, вот Только вместо того Чтобы снимать Это на любительскую камеру Какие-то свои фантазии Они это делают С большим бюджетом И показывают нам Да, в кинотеатрах И, в принципе С таким восприятием С таким подходом Этот фильм заходит То есть Если к нему Абсолютно серьезно Не относиться Если выключить мозг Все замечательно Очень много Ярких экшн-сцен Очень много Такого фан-сервиса Вот, опять же Когда сцена Вроде ремейк Но ее так круто Выворачивают Что, в общем Ты охреневаешь И аплодируешь Очень много Первоклассного юмора Да, Чубака С цыплятами С птичками Ну Запомнится всем детям Я практически уверен И миллион игрушек Еще продадут с ними И, в общем Смеяться приходится Не один раз И очень много Самоиронии И вот Очень многие Начинают говорить Ха-ха Молодцы Вот это круто Самоирония К лицу Звездным войнам И прочим Да вот нихрена То есть Если ты воспринимаешь Вот эту парадигму Что все это фан-сервис Фанфик Тогда Да Тогда Самоирония Ты аплодируешь И все В общем-то Круто Но тогда у меня Возникает резонный вопрос Какого хрена В фильме Все еще есть До хренища пафоса Длинных сцен Вот с тренировками Которые Ну вообще Ненастоящие Неживые Ты актерам Не веришь С актерами вообще Швах У них у всех На лицах написано Что я забыл Я думаю о деньгах Я в этом фильме Только потому что Мне платят Почему Потому что Когда появляется на экране Бенисио Дель Торо Который Из всей вот этой шоблы Является Ну и помимо Марха Хэмилла Является действительно Настоящим И крутым актером Ты понимаешь Насколько все остальные Деревянные Потому что он играет У него живое лицо Он действительно верит В своего персонажа А все остальные Просто ходят С серьезными Щами И не могут Вообще Ничего изобразить В принципе В старых Связанных войнах Такие же Актеры Да Новички Но они были Все харизматичные А новые Ну никто из них Не обладает Вообще никакой харизмы И это Отвратительно Внимание всем Приготовиться И начали Ну и дальше Огромнейшие претензии Вообще К логичности сценария Потому что Повторюсь То же самое Что я говорил Про седьмой эпизод Я не сильно Любитель критиковать Вот за какие-то вещи Да Там искать Недостатки В сценариях Но когда мне Откровенно срут в мозг Я вот не могу Это терпеть К сожалению Восьмой эпизод Срет в мозг Примерно так же Как и седьмой Потому что Вся сюжетная канва Которую они придумали Повстанческий крейсер Удирают От большого крейсера Первого ордена И тот не может Его догнать Уже такой Что вообще Весь флот ордена Не может догнать Один повстанческий крейсер Почему вообще Повстанцев так мало Куда делась Новая республика Понятно что я узнаю Это в комиксах Книжках Играх Типа баттлфронта Но у меня вообще Вот претензия Ко всей этой сюжетной арке Седьмого Восьмого Девятого эпизода Куда делась победа Где вообще Что делали Четвертый Пятый Шестой эпизод Достигали Куда все это делалось Кто такой вот этот Сноук Кстати фильм Нифига не дает Ответы на этот вопрос А скорее сливается С этой темой Конечно объяснят Во всех остальных Продуктах И это кстати в фильме Отдельно бесит Чтобы понять вообще Половину персонажей Их наличие Что с ними происходит Можно и только Если ты добираешь Да Как из других элементов Франшизы Ну и как бы Для франшизы Это хорошо Но для фильма Это отвратительно Фильм не выглядит Абсолютно самостоятельно Предыстория Каждого персонажа Обретает Новую глубину Настоящие фанаты Звездных войн Охренеют от того Количества бреда Которое вообще творится Вот в рамках вселенной Когда в конце фильма Вдруг выясняется Что оказывается Можно прошибать Другие корабли С помощью гиперпрыжка Вот столько лет Нельзя было Звезду смерти Можно было по-другому Уничтожить Ну то есть Вот моменты Которые Дети в лицо Плюют Логичностью Происходящего Точнее Нелогичностью Относительно Всех принятых Законов В самой вселенной Что Постоянно сидишь И разводишь руками Попытка Придумать что-то Оригинальное Авторами Видна постоянно Только не получается Получается Творческая импотенция Такая причем Явно Ярко Выраженная Райан Личность яркая И это его эпизод И самое печальное Что в фильме Реально нечем Похвастаться Кроме Самоиронии Над прошлыми частями И вообще над звездными войнами Шуточками Над первым орденом Еще есть крутые Космические битвы И все Никакой оригинальности Никакой атмосферы Никакого погружения Нет фильма Нет диалогов Нет ничего Ни переживания персонажем Ни актеров нормальных Ну короче Это реально Очень-очень Плохие звездные войны Но при этом Это вполне стандартный Блокбастер Который развлекает Будь там название Не звездные войны Будь это все По-другому в выгляде Оно бы Может даже зашло бы Но есть во всем этом И прекрасная новость Она заключается в том Что заимствовать Больше ниоткуда Ну если только Из первых трех эпизодов Что наверное Не очень хорошие идеи Хотя если задуматься Некоторые вещи В предыстории Каэна Рена И Люка Скайуокера Ну это Какая-то такая Вот тоже Переначивание событий С первых эпизодов Но это не важно Материал из старых эпизодов Закончился И теперь наконец-то Пойдет что-то новое И хорошо что вот Пятый и шестой эпизод По сути засунули В один фильм Да в этот ремейк Потому что Rogue One Был достаточно неплохим Очень интересно посмотреть Что дальше сделают Во вселенной И на самом деле Интересно что же будет В девятом эпизоде Потому что При всех вот этих ремейках Финал они вышли Несколько с другими Исходными И интересно Теперь что же будет дальше Что же напридумывают Леди и джентльмены Восьмой эпизод С почином Ну в общем Если вам не понравился Седьмой эпизод Не понравился этот Если зашел седьмой Я думаю Зайдет и восьмой Мое мнение Не истина В последней инстанции И более того Вот здесь вот Подтверждение такое Стоит Мы сегодня с ним Уже поругались Да Я не согласен С тобой абсолютно Мне не понравился Седьмой эпизод Может быть я перегорел Когда знаешь Такой типа Ну это же новая трилогия Да Ты такой типа Да А тебе приходишь И начинают какие-то Вот эти Ну во-первых раз А во-вторых Вот эти все специфические Финны Фазмы И ты такой чуть-чуть По этот бестолковый А понимаешь В восьмом эпизоде Во-первых Я их уже знаю Мне уже интересно За ними наблюдать Уже пошло развитие Тех историй Да И я кайфанул Я кайфанул Я согласен Что развитие пошло Вот Вопрос в том Что Это то что Я говорю Наверное самое прикольное Это то что Ты привык к тому Что это уже Не будет настоящим фильмом Это будет фанфиком Ну да А что ты хочешь Понимаешь Сложно Есть вот Я считаю Есть старые такие фанаты Которым все не так Знаешь Которые чуть-чуть Не канон Мне Рогуан понравился Ну Рогуан прикольный Он и снят хорошо История прикольная Идея в том Что понимаешь Ты находишься в той ситуации Когда ты ничего не сделаешь И даже первый нравится Ну не до конца А второй вообще Ну второй круто Я на второй три раза в кино ходил Да То есть Это вот Такая же статистика Вот Я кайфанул Почему тебе восьмой нравится Да а что все круто А что ты хотел Понимаешь И Skylar and Ren Сделали годного злодея Не ну короче Все круто На самом деле Вот все твисты были зачетные Ну ты же понимаешь Самая ирония Приземление утюга О блин Это лучший момент Приземление утюга Было лучше Понимаешь То есть Сами создатели Стебут франшизу Которой много лет Ее взяли Так знаешь Пыль стряхнули Ничего кроме этого Простернули Здесь нет настоящего кино Это знаешь Это Ну это знаешь Это надо очень аккуратно То есть С одной стороны Они наплевали на старых фанатов Очевидно Которые не покупают игрушки То есть мерчендайз Они не берут Соответственно Зачем они нужны Просто отодвиньтесь Далее Новым зрителям Которые Слабо знакомы По рассказам Дедушек о том Что когда-то Скайуокер Бороздил Просторы космоса Настолько старая франшиза Все-таки Ну хрен Ну фиг знает Я вот тебе говорю Что фильм получился Он динамичный Он ровный Все часы Ты сидишь Смотришь Все ок Стандартный Блогбастер Хороший Смотреть Ну твоя претензия Что типа нового нет Диалогов нет Персонажей нет Как нет Актеров нет Беничий Дельтор Единственный актер Да Но в Звездных войнах Никогда не было Ни актеров Ни нормального сценария Ни адекватных диалогов Они были обаяшками И все любили Ну просто Ты был молодой Худой И Черного никто не полюбит Почему Я кстати Не то чтобы его полюбил Но он не так бесит Это уже прогресс А вот этот вот Индус Или Араб По которой Но он тоже Понимаешь Я даже имен-то их не помню Слушай Да нет Они адекватные Слушай Мне все понравилось Я тебе говорю Мне понравилось Я твою позицию принимаю То есть фильм Как самостоятельное произведение Как дальнейшее развитие франшизы Не сдвинул ничего с места Короче Мне кажется У нас одинаковая позиция Просто ему это нравится А мне это не нравится Вот Но фильм прикольный Да Главное Знаешь Очень обидно Когда ты типа Он отдался Короче Получает удовольствие От изнасилования Да А ты пытаешься Кочевряжиться И такой Нет Надо расслабиться И получать удовольствие Ты ничего не изменишь Все-таки Я считаю Преступление Когда в конце 8 эпизода Вдруг выясняется Что Извини за занудство Что хайперспейс Можно что угодно Проторанить Адлант Меня больше смущает Бомбардировка Когда просто открывается люк Вторая мировая Да Это раз И во-вторых В космосе Стоит девушка Знаешь Там типа вакуум А она пытается Скинуть пульт На себя Так и что вообще Происходит И бомбы Которые просто Падают в космосе Косяки в фильме есть Очевидно То есть Я уверен Что после четверга Взорвутся форумы Начнется просто Ад сатана Короче Если вам нравится В целом Звездные войны Не забудь взять попкорн И иди в кино Ты взял стаканчик Ты взял себе Железное ведро Ты пришел У тебя праздник Ты все Ты кайфанул Пришел домой Я сейчас приеду домой Запускаю Бэтлфронт Понимаешь И ловлю удовольствие Беру Люка Скайуокера Вот так вот И у всех Бэтлфронта Да Он интереснее Чем этот фильм Ну это как Роу Куан Знаешь То есть та же история Это когда в сторону И ты можешь делать хорошо Я тебе говорю Мне нравится одно Что из Бена Соло Сделали адекватного персонажа Во-первых Его подстригли У него теперь Не такие уши торчащие И он Его не подстригли Ну ему наоборот Печескали Они ему наоборот Да, убрали, убрали, убрали Зачесали И теперь уже Круто На самом деле Достойный антагонист Интересный Рэй Непонятный Скайуокер Да нормальный вообще Да вообще Нет Я словил Я кричал Весь фильм не видно Это офигенный фильм вообще Офигенный Давай так Это хороший фильм Но не очень хороший Звездные войны Вот наверное Звездные войны Хотелось бы Что-то действительно Такого Нового А как фильм офигенный То есть к нему Смешной Адвокатный Богатый Дорогой Видно, что все потрачено Знаете, в фильме можно описать Одним словом На самом деле Когда вот этот По говорит Когда дайте мне уже Что-нибудь взорвать Да Можно я сяду в истребителя Что-нибудь взорву Он говорит Садись Вот это круто Так что Есть Да И главное Очень круто Что не в 3D Да Еще Вам предстоит пережить Я забыл про это сказать Но вам еще предстоит Узнать Что джедаи могут В космосе Джедаи вообще Обретают какие-то новые способности Да В общем идея в том Что это спорная фигня Классно то Что оно в любом случае Со знаком плюс Ну то есть Это может Это спорный фильм Спорная хрень Но он посмотрел Не пожалел На этом все Спасибо, что смотрели Ставьте лайки Если понравилось Фига у меня тут Да Если понравился рассказ И в общем-то Пишите Я уверен В ближайшие Дни Будет просто Ад в комментах Ну на самом деле В этом же весь кайф Ты можешь высказываться В комментариях Адекватно То есть прийти и сказать Что все мы говнари Это каждый может А адекватно Изложить свою позицию Дискутировать Это здорово Ну и конечно Самое значит Тупое Что меня больше всего бесит Это когда ставят дизлайки Например Только из-за того Что мнение не совпадает Это вообще самое тупое Антон редкий человек Который делает на ютюбе Годный контент Подожди 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 Отсюда Подожди Я рассказываю важную вещь Поставаем С комментатором Интересный контент Со своей позиции С четко очерченным мнением И ставить ему дизлайк Просто потому что Что-то не понравилось Конкретно в продукте Самое тупое Ставьте лайк Потому что контент интересный Ставьте лайк Потому что это было здорово Смотреть его обзоры Я вообще кайфую Я себе 40 минут Понимаешь Запускаю себе Значит ютюбчик Собственно с GTA 5 Вот Познакомился Именно с ютюба Историей И кайфую до сих пор То есть это Уникальный контент Это не летсплей Это не какая-то хрень Поэтому Если не нравится ролик Если ему надо худеть И мне тоже Тогда ставьте дизлайк Но ставить потому что Это тупо типа Знаешь Ему понравилось Или не понравилось Это не надо так делать Но я знаю Что аудитория Достаточно адекватная Умная Поэтому Нас услышит Вот это самое важное За это и любим Любой разговор Начинается С вопроса Об уникальной атмосфере Звездных войн Так кстати Донат там снизу Конечно Переходите по ссылкам Я тоже Никто у нас без греха Да Поэтому Поддерживайте Ну и увидимся В ближайшее время Спасибо Идите в кино Все равно Кого обманываете Вы пойдете в кино Вообще Чтобы он не говорил Чтобы я не говорил Чтобы все остальные Нет Конечно Сходите Состоять свое мнение Все пойдут Смотреть звездные войны Какие бы херовые Они не были Мы та искра Что породит огонь Который спалит Первый орден Давай Пойми Последствия будут Необратимы Исполни Своё Предназначение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok